Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне телерадиоканал «Страна-ФМ». Это программа «Концертный зал». Меня зовут Александра Хайрулина. Я с невероятной радостью сообщаю вам, что сегодняшний концертный зал имени Альбины Джанабаевой. Альбин, добрый вечер. Ну, видишь, как мы ждали тебя очень. Наш концертный зал тосковал, ждал, переживал, и наконец-то чудо случилось и свершилось. Спасибо, что это чувствуется, знаете. Да, это чувствуется. Друзья, вы обязательно включайте телевизоры, приемники, если просто слушаете, лучше видеть картинку, потому что невероятно красивая Альбина, и она не одна, а со своим бэндом. Альбин, попрошу тебя сразу представить всех ребят, потому что… Конечно, конечно, конечно. Представлю ребят, с которыми мы работаем уже даже не первый год, скажем так. Пожалуйста, Алексей Силантьев, клавиши. Клавиши, я уже привет. Привет. Кирилл Качанов, барабаны. Кирилл барабаны. Максим Фирсов, бас-гитара. Макс, привет. И вот недавно к нам присоединился Егор Аверьянов на гитаре. Вот мы в таким составом сегодня. Ну и, собственно, я. Альбина Джинопаева. Альбина Джинопаева. Альбиночка, осенью прошлого года ты презентовала свою сольную программу. Да, было дело. Вот. И, судя по всему, уже с этой программой ты объездила города и веси нашей необъятной Родины. Ну, вы знаете, ну, как бы работа ведется, безусловно. И я не могу сказать, что я прям объездила все просторы нашей Родины. Нет, еще есть неохваченные. Ну, скажи, пожалуйста, сегодня мы как раз послушаем часть этой самой программы. Ну, да, конечно, да. Частично что-то, что мы посчитали нужным исполнить. Будут мои сольные песни, будет парочка песен группы «Виагра». Ну, они остались в твоем репертуаре, да? Они остались, да, и даже их больше, чем парочка. Но вот сегодня я вот выбрала эти песни. А какие именно оставить песни из репертуара группы «Виагра»? Ты принимала решение? Я принимала решение, и я хотела, ну, в общем-то, так же сделать, чтобы эти песни были вот прям именно моего периода. Вот, что я имела к ним непосредственное отношение, поэтому это были бриллианты, пошел вон, поцелуй. То есть, что текст был выучен уже, в общем-то. Да нет, нет, нет. Все песни я исполняла за это время. Но вот так, чтобы не было вопросов у зрителей, у слушателей. А кто же это вот исполнял, эти песни? Мне кажется, и Костя Милазу, он пошел навстречу, и разрешил, и подарил мне их использовать в концерте. Альбина, скажи, пожалуйста, совсем немножко про «Виагру» поговорим? Ты же не обидишься, наверное? В любом случае. Ну, как я могу обидеться? Это огромная часть моей жизни. Благодаря этому мы, собственно, с вами сидим здесь сейчас и разговариваем, Саша. Мы сейчас с вами разговариваем, как раз уже больше сольной истории, наверное. Нет, начиналось все с группы, поэтому... Я хочу как раз дать тебе задать вопрос, скажи, на сегодняшний день, но только постарайся, пожалуйста, если сможешь честно ответить на этот вопрос. Хорошее начало. Как часто тебе приходится слышать от твоих поклонников, и, может быть, даже не от поклонников, а просто от каких-то там других людей, что все-таки вот когда ты была в группе «Виагра», вот это была «Виагра», а вот, дескать, сейчас что-то хорошее, девчонки, но... Я поняла вопрос, людям свойственно вообще как-то ругать всех. Все новое, да? Все новое, да-да-да. А вот раньше были времена... Нет, мне, конечно, приятно, что я слышу порой иногда такие слова, да, вот когда вы были с девочками. Да, здорово, но все это уже осталось, все это было, мы все это прошли и пошли дальше. Теперь вот группа «Виагра» в таком составе существует, поэтому прошу любить и жаловать, и, в общем-то, девчонки стараются, и у них совершенно другая история, с чистого листа, новая группа, и они все пришли в один момент, и, мне кажется, это хороший коллектив. А когда ты смотришь выступления, наверняка ты же видишь их где-то на сборных, в историях принимаете вместе участие, все-таки ловишь себя на мысли, что, ну, вот здесь надо было вот так, вот так, а я бы вот так вот здесь, не знаю, какое движение. Нет, я стараюсь вообще как бы не смотреть так критично на них, нет-нет-нет, я наоборот понимаю их, мы все перед сценой, перед выходом на сцену, мы все находимся в некотором волнении и в каком-то возбужденном состоянии, поэтому, знаете, еще кого-то критиковать в этот момент и думать, вот как бы я, нет, конечно, они делают так, как они считают нужным, давайте уважать это все. Твое волнение сейчас и тогда, там, не знаю, лет 10 назад, 15, это разные волнения или все одно и то же? Мандраж? Ну, он, конечно, присутствует, но, наверное, сейчас, все-таки в силу возраста и какого-то опыта, я научилась справляться с этим, я работаю над этим. Что ты говоришь? Ну, хотя сейчас я все равно волнуюсь. Есть какое-то слово, не знаю, которое ты себя признаешь? Нет, это не слово, это, ну, это какой-то настрой, мне нужно буквально, там, 5 минут времени, такой единица и, ну, сосредоточиться. Ну, у нас было достаточно времени, и у тебя было в гримерке, чтобы у единицы сосредоточиться, тогда давайте перейдем к музыкальной части нашего эфира. Ну, давайте попробуем начать, так сказать. Так, песня «Один на один». Что же ты молчишь, когда ты смотришь на меня? Все твои слова сегодня словно потерялись. Говорю и говорила, все, я за тебя, где бы и когда бы мы с тобой не оказались. Только иди, не теряй минуты, береги их, они уже не достанутся других. Мы с тобою снова один на один, ты непобедим, думаешь, надо было. Мы с тобою снова один на один, ты станешь моим, береги на ноге рано. Мы с тобою снова один на один, меня отними, сделай это первым. Мы с тобою снова один на один, ты станешь моим, береги на ноге рано. А пока еще немного просто помолчи Урядами друг друга не жалея, прожигая Не было и плави небезвидимых причин Посмотри на них еще раз, загляни в глаза мне Только иди, не теряй минуты Береги их, они уже не достанутся другим Мы с тобою снова один-один Ты не победим, думаешь, наверно Мы с тобою снова один-один Ты станешь моим, ты для нас уверенна Мы с тобою снова один-один Меня отними, сделай это мы Мы с тобою снова один-один Ты станешь моим, ты для нас уверенна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не попадаю на начало, я слышу уже разговор, я узнаю, что это ты Твой голос абсолютно уникальный, не похожий ни на кого Спасибо И по смеху, да, тут очень много таких моментов, ну и, соответственно, песня тоже, когда появляется, слышно, что это поет Альбина Джанабаева А мне хочется узнать, когда ты для себя поняла, был ли этот момент, что ты особенная, что ты отличаешься? Боже Может быть, это было в детстве, в школьном хоре где-то выступала, или позже? Ну, я хочу сказать, что мне кажется, что вообще вот такое чувство, что я какой-то особенный или что вот меня это не коснется, оно присуще всем, ну, детям, всем людям, да, но какой-то особенности Я абсолютно точно в это верю, каждый из нас особенный и это чувствует, поэтому в детстве, ну, что сказать, нет, я понимала, что... Что меня ждет большое будущее? Да нет, 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 меня ждала музыкальная школа, уроки и прочее, и прочее, и прочее Вот, поэтому все, знаете, все оно как-то складывалось, но, конечно, там уже немного взрослее, я понимала, что я хотела бы связать свою жизнь с музыкой, с театром, быть артисткой Я понимала, но куда, куда меня вильнет, я была вся в предчувствии и пыталась понять и услышать это, вот Но какой-то особенности или чего-то подобного, но в какой-то степени, я еще раз повторюсь, это присуще каждому человеку, это чувство Ну, в детстве я согласна с тобой, да, абсолютно, ну, а потом у некоторых появляются моментами такая, наоборот, неуверенность в себе Появляются, безусловно, но главное, ну да, главное не дать этому чувству взять вверх, что ли, потому что оно очень здорово выбивает из колеи, да И вот эти сомнения, и все, конечно же, мне это присуще, безусловно И что сказать, когда я училась, поступали мы на первый курс все такими гениальными, такими крутыми, такими актерами, да И такие у нас были дайджесты, и все это было прямо вот каждый Ко второму курсу немножечко пыл поугасал, опять-таки с приобретением какого-то опыта И выпускались, мы уже вообще не понимали, куда же идти, что же делать, куда устраиваться То есть это тоже нормально, такое осознание, что есть конкуренция, огромная конкуренция Что мы все сейчас учились, жили плечо о плечо, рука о браку, и мы все пойдем в одни и те же театры устраиваться, понимаете, да? Поэтому у каждого свой путь, конечно, да Поэтому, конечно, и вот это чувство, оно начало тогда развиваться А что делать, а что будет? Но опять-таки это свойственно и возрасту, и моменту, когда человек остается один на один с профессией И пытается найти себя Это очень такие сложные, конечно, мытарства, скажем так, назовем их Ну, ты достойно прошла, через них мы видим по результату Боже, спасибо А скажи, пожалуйста, мне, например, очень любопытна эта история, что в детстве ты побывала на экспедициях благодаря папе Да То есть все-таки не особо они тебя вдохновили в том смысле, что ты геологом-то не особо захотела стать Да, мой папа очень хотел, чтобы я стала геологом Да что ты Да, конечно, он прямо меня и брал С этой целью и брал, теперь понятно Да, 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 ну он брал меня, чтобы я развеялась И в конце концов он у меня очень ответственный, хозяйственный И очень здорово, что мама разрешала, отпускала А что это были за экспедиции? Это были экспедиции, это были, они брали своей бригадой, командой пробы почвы Они бурили какие-то скважины на большую глубину и оттуда брали породу Я ходила с маленькой тетрадкой, делала тоже такие пометки Вот эту почту Так, 9.04, добыли такую-то породу В общем, наслонялась, в общем, так сказать, без дела Вот, ну вот так в детстве было, да Когда все это закончилось, детство закончилось, закончились экспедиции Да нет, 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 на самом деле закончилось это немножко раньше Потому что, ну я перестала ездить, во-первых, в школу Во-вторых, какие-то свои интересы И, в общем-то, я все это благополучно оставила папе Ну я думаю, что папа все-таки, наверное, со временем смирился, что дочка будет артисткой Ну вот, наверное, сейчас только он смирился с этим Только сейчас Ну да, но я думаю, что внутренне он где-то сопротивлялся Особенно, когда я собиралась уезжать в Москву из дома Он вообще не верил И у нас тогда как-то пошатнулись немножко наши отношения Мне нужна была поддержка Ну да, да, да А вот это, знаете, неверие, это легче всего, мне казалось Ну потом же, Виагра, успех большой, все прекрасно И неужели все равно были какие-то сомнения у родителей? Нет, все уже, все уже Уже поверил, успокоился и смирился, можно так сказать Хорошо, тогда твое высшее образование На психолога ты училась Оно связано как раз с тем, чтобы, может быть, успокоить папу И сказать, что папа, у меня, если что, есть образование другое Для чего же мне это образование, да На самом деле, его пошла я получать абсолютно по наитию По какому-то Я тогда гастролировала активно Мы были с девочками в группе, ездили И в какой-то момент я почувствовала вот вакуум, что ли Я почувствовала, мне нужны новые были люди, знания Мне нужно было что-то новое Вот есть вот такая теория о том, что каждые 7 лет нужно менять род деятельности Или что-то менять в своей жизни, вроде как новое направление Видимо, это и пришлось вот на такой период Но выбор-то колоссальный, на самом деле Чем бы ты могла заняться Но когда-то, когда я заканчивала школу, я себе определила У меня всегда был план А, план Б Как это утро? Если в Москву не попаду, поеду в Саратов, в консерваторию Если на артистку не пойду, не возьмут, поеду на психолога Но на психолога я отложила на лет так эдак, на не будем говорить сколько Но все-таки я получила это образование Все-таки бойтесь своих желаний, они иногда исполняются Друзья, про психологу мы обязательно поговорим Но чуть позже, сейчас у нас время для песни Альбина, расскажу, что мы послушаем Давайте мы исполним песню на счастье Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все это на счастье Лишь бы оно было Чтобы потеряла но обрела Все это на счастье Мама говорила Я себя разбила и собрала Все это на счастье Лишь бы оно было Чтобы потеряла но обрела Браво! Спасибо! Альбина Чуламаева в гостях сегодня в программе Концертный зал на телерадиоканале Страна FM Альбина, ну когда появился этот клип Он появился сразу и везде И песня сразу и везде звучала И затерли буквально Ну ты помнишь наверняка как это было Ну я следила, я ждала конечно Очень яркие образы у тебя Спасибо Большое количество хореографии Ну скажи пожалуйста Важно было для тебя Чтобы эта песня повсеместно появилась Ну конечно важно для каждого артиста Важно и Ну в общем то песня много записывается И как бы и тестируются А не какая же из них Вот на счастье Она действительно как-то зашла хорошо Ее много ставили Много слушали Много отзывов Мне очень приятно У тебя уже есть чуйка скажем так какая-то Ну не знаю Предчувствие что та или иная песня Точно обязательно войдет Ну в целом да В целом есть конечно Но все таки надо подстраховаться Нужно в общем то поставить окружению своему Нужно подкрепиться на самом деле Мнениями Но в принципе есть да И с песней на счастье она как-то была И она мне подсказала Здесь все совпало Да точно абсолютно Прервемся ненадолго Друзья оставайтесь с нами пожалуйста Студия 89 и 9 Концертный зал Программа концертный зал продолжается Друзья Альбина Джанабаева Сегодня у нас в гостях Мы затронули тему высшего образования Альбины Степень бакалавра психологии Альбин я хочу зачитать с твоего разрешения Влияние внутри личностных конфликтов Акцентуированных подростков И выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях На выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях В википедии нужно поправить Обращаю ваше внимание Друзья это диплом Альбин Альбин тему выбирала сама или Тема на самом деле Я сейчас скажу Как-то она так всплыла Я вообще не ожидала от себя Что я как-то затрону тему конфликтов Я думаю что многие от тебя не ожидали Поклонники особенно Можно было как-то в другом русле Социальная какая-то психология Что-то еще Но вот тема конфликтов У нас замечательная Просто была по конфликтологии Замечательный преподаватель Профессор Мириманова Мария Суреновна Совершенно не конфликтный человек Абсолютно не конфликтный человек Но я послушав ее лекцию Первый раз Я просто поняла Что только с ней я хочу писать диплом Только с ней Я подошла и говорю Я не самая наверное лучшая студентка Но я хочу с вами То есть я хочу с вами Чтобы вы были моим научным руководителем И она мне не отказала Мы стали работать Ну во-первых диплом пишется тоже не сразу Сначала были курсовые Были какие-то пробы Немного практики в школе Чтобы я поняла что там нужно Ты занималась в школе с ребятами Я да Я заходила Как психолог общалась с ней Да Саша как замечательная Это было очень Во время беременности проходило Нет Чуть раньше Диплом уже Диплом я защищала Будучи в положении Боже мой Ну все успевает Это чудесно Но правильно ли я понимаю Что ты теперь о конфликтах знаешь все Ну не все но много И теперь наверняка Если какие-то знакомые Друзья родные Ссорятся Конфликтуют То сразу звонят тебе Альбина Ну это конечно Такое дело Разрули Да нет На самом деле Не всегда Не всегда получается Вот знаете Прям вот по науке Чтобы ну вот Чтобы все разложить И сказать так Здесь такой конфликт Здесь такие стратегии Нужно так выйти Из этого конфликта Нет В жизни бывает все более конечно Эмоционально Порывисто Это уже знаете Глубокий наверное анализ должен быть Чтобы понять Свою семью Понять какие-то семейные там нюансы Ну в общем для этого наверное Нужно быть практикующим психологом Ну тебе это все-таки Образование что-то дало Или ты как сапожник без сапог Как ты говоришь Я все знаю но на практике Нет я получила то что я хотела Я написала кучу лекций Я прослушала кучу лекций Я сдала кучу экзаменов Зачетов И вообще Это было все очень очень непросто Ну ты четко понимаешь Ну я хотела Я получила Вы же понимаете Что в тебе что-то прям изменилось Ну вот четко Что ты до этих знаний Поступила бы так В какой-то ситуации А теперь иначе Я хочу сказать что вот любое дело Доведенное до конца Оно действительно дает тебе ощущение Такого удовлетворения Собой Ситуации То есть я это получила Я защитила диплом Я его красиво всем показала Я показала свою работу Поставила ее на полочку И с чувством выполненного долга Я стала жить дальше Но хотя мне предлагали остаться дальше Магистратуру пойти Там всего лишь два года Нужно было И я говорю Нет Пожалуйста все Нет А сейчас я уже думаю А вот могла бы А могла бы и закончить Конечно Альбиночка ну может быть ты можешь дать нам какой-нибудь коротенький один совет Как психолог все-таки в конфликтах Как как вести себя так О боже Ну что сказать Я думаю в каждом из нас конечно есть И свои какие-то знаете Акцентуации в том числе Заострение характера Какие-то Которые действительно с нами уже все эти годы Они с детства От родителей Конечно А бабушки и дедушки там тоже в генетике Постарались Потому что я могу сказать Конфликты не вступайте Вступайте как можно реже по возможности А если вы уже как-то где-то там рядом Берите паузу Берите паузу И подумайте о том что вы действительно можете Одним словом обидеть разрушить Поэтому не нужно Давайте лучше созидать Да И включать лучше сразу хорошую музыку Или хороший клип Альбина Джанабаева например Альбина что у нас дальше Самое главное Отлично Как-то сложилась эта песня к разговору Бежим за счастьем ищем ответы Меняем зимы на жаркое лето И позади оставляем себя Зелеными травами Ты нарисуй мне синее небо Ты расскажи где был и где не был Про океаны и берега Но самое главное Кто-то придумал все это Связаны наши планеты Разве не это скажи Самое главное И во вселенная длилый Целого две половины Разве не это скажи Самое главное Давай откроем ветру все тайны Ведь ты же знаешь все не случайно И даже наши смешные мечты Конечно оправданы Хочу, чтобы минут не считали И для улыбки причин не искали Ведь я же знаю, как знаешь и ты Что самое главное Кто-то придумал все это Связаны наши планеты Разве не это скажи Самое главное И во вселенной длилый Целого две половины Разве не это скажи Самое главное Самое главное Что самое главное Звучит Самое главное Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Альбин, когда дело касается клипов, здесь ты принимаешь участие целиком и полностью доверяешь режиссеру или все-таки обязательно вносишь свои коррективы и поправки? Да нет, на самом деле действительно нужно доверять режиссеру, тем более с режиссером, который снимал клип на песню «Самое главное», мы работали уже и делали прекрасные клипы, поэтому я здесь была абсолютно уверена. Но в сценарии он предложил действительно вот этот сценарий, и мы немножко его буквально чуть-чуть доработали вместе, уже прямо на площадке. Но все равно наверняка есть такие сцены, в которых ты ни за что и никогда не снимешься. Есть они? Никогда не говори никогда. Никогда молодец. Видно, уже наученный опыт. Да, действительно так. Но что касается клипов, ну тут есть определенный, конечно, жанр, вы понимаете, то есть здесь не может быть каких-то таких вещей, как, например, в каком-то арт-хаусном кино. Понимаете, клипы — это другой немного жанр, эстрада. Ну а что касается кино, есть у тебя опыт? В театре сейчас продолжает же у тебя спектакль, да, вредные привычки. Уже сколько лет вы уже играете? Мы уже более 100 спектаклей сыграли. Это очень много, да, это успех. Это уже говорит о том, что пользуется любовью и популярностью. Ну действительно, очень классная пьеса, замечательная, и роль у меня такая, как сказать, неоднозначная, неоднозначная. Я выхожу в образе адвоката и к мужчинам, которые оказались в камере предварительного заключения буквально в канун Нового года. Потрясающе. Слушай, а дальше приходите, посмотрите. Ну, в общем, вся эта актерская история тебе очень интересна. И что касается игры в кино, я знаю, что был фильм Серебренникова, да? Да, был фильм Кирилла Серебренникова. «Измена» называется. Мы возили его в Венецию на Венецианский кинофестиваль, и это было, конечно, волшебно. Но кино непростое, фильм о жизни. Такие ситуации в жизни, конечно же, встречаются и непростые. Ну, знаешь, глядя по твоему блеску в глазах, видно, что и кино, и театр тебе очень интересны. Это тоже для тебя особенная, отдельная такая история, которая приносит колоссальное удовольствие. Да, конечно. То есть к новым предложениям ты готова, другими словами, открыто. Абсолютно нужно их просто предлагать. Что касается тебя в качестве телеведущей, вот эту историю мы когда увидим. Потому что опыт тоже был на разных каналах много лет. И опыт был на разных каналах, да. Ну, просто очень хочется найти... Предложения есть. И прям даже как-то все могло быть успешно сложиться. Но дело в том, что к чему готова я, что готова я нести людям. Я конкретно точно знаю, какого формата я хотела бы быть ведущей, понимаете. И как только, как только все сложится, я думаю, возможно и такое. Альмин, что это? Скажи, ток-шоу? Психология? Скандалы, интриги, расследования? Ни в коем случае ни скандалы, ни интриги, ни расследования. Я, в общем-то, прекрасно понимаю, что чувствуют люди вообще в этой ситуации. И выносить все это, это, конечно, чудовищно. Ну, тогда, наверное, что-то про любовь. Что-то про любовь, может быть, что-то про детей. Ах, как интересно! Про кино, в конце концов. Мы дождемся. Конечно. Ну, а что у нас дальше? Какая песня на очереди? А дальше песня... Песня с историей. Называется «Она пошел вон». Мы эту песню исполняли с Надеждой Играновской и с Евой Башминой в тот момент в группе «Виагра». В общем, слушайте. Моё имя могло бы звучать иначе, Мелодичней, чем в этих устах жестоких. Не звони мне, не то я опять заплачу. Почему ты мне ответь, я твоя всего на треть. И доколе мне в огне гореть. Пошел вон, я не сошла с ума. Пошел вон, я все решу сама. Только имя не маю, по лихам не поминай, безымянная я отныне. Пошел вон, к ней в утренний туман. Пошел вон, бей свой самообман. Только имя не маю, по лихам не поминай, У неё тебя не отнимут. Мне не больно, Ведь ты же хранил мне верность. В эпизодах, Дозволенных нам судьбою, В треугольник. Закованы мы, как в крепость. Почему ты мне ответь, я твоя всего на треть. И доколе мне в огне гореть. Пошел вон, я не сошла с ума. Пошел вон, я все решу сама. Только имя не маю, по лихам не поминай, Безымянная я отныне. Пошел вон, к ней в утренний туман. Пошел вон, бей свой самообман. Только имя не маю, по лихам не поминай, У неё к тебе не отнимут. Пошел вон, я не сошла с ума. Пошел вон, я все решу сама. Только имя не маю, по лихам не поминай, Безымянная я отныне. Пошел вон, к ней в утренний туман. Пошел вон, бей свой самообман. Только имя не маю, по лихам не поминай, У неё тебя не отнимут. Браво, Алексей. Боже, как романтично закончили. Альбина Джанабаева программа «Концерт и зал». Друзья, браво. Эмоции. Между прочим, друзья, ведь к нашим зрителям и слушателям обращаюсь. Дело такое, Альбина ведь могла легко и спокойно, я уверена, стать корейской народной артисткой. И, вы знаете, это просто чудо. Мы должны с вами благодарить и небеса, и Константина Меладжи, и Валерия за то, что всё-таки Альбина не сдала корейской народной артисткой. Да. Так и было, так и было. Я работала по контракту в Южной Корее, в Сеуле. На корейском языке? Да, я играла спектакль на корейском языке, парни. Кто не знает, кто не слышал. Белоснежка же, да? Белоснежка и семь гномов. Я, собственно, Белоснежка. Короче, приятно познакомиться. А что ты сейчас сказала? Я сказала, что я Белоснежка из соседней страны, если вы не знали. То есть идея-то была такая, что ты должна была быть не корейской внешностью девушка, да? Ну да, я даже больше скажу, что классическая диснеевская Белоснежка, она вообще брюнетка. Вот начнем с того, она с белой кожей и брюнеткой с темными волосами. Но корейцы посчитали вот по-другому. Они решили, что они приедут в Россию, найдут русскую актрису. А у тебя была коса тогда, Русая? Нет? Ну, у меня были длинные волосы, да, да, да. Но дело в том, что их постоянно крутили, закручивали. Дело в том, что им нужна была девушка светлая, белая кожа, ну то есть другая совсем. И они действительно добились того эффекта, который хотели. То есть люди были очень удивлены. И после каждого спектакля у нас просто все эти люди выстраивались в очередь, фотографировались. Мы, в общем, все это было вот... Слушаешь, тебя это так все легко, красиво, интересно, забавно. Но перед этим же был этап выучивания текста. Безусловно, да. То есть я, в общем-то, после подписания контракта сразу начала, в общем-то, учить язык. Я смотрю, ребята, они сейчас просто... Они меня еще не знают, на что я способна. Они, мне кажется, уже на руках теперь тебя будут носить после этого. Да. Язык я начала действительно учить с букв, чтобы начать читать спокойно, чтобы читать свою роль. А роль была, собственно, не маленькая, а главная. Центральная, конечно. Несколько было и в вокальных таких арии, и дуэты с принцем. Ну, все как полагается. И в гробу в цветочном я полежала, и все замечательно. Да. Ну, понимаешь, в цветочном гробу лежать одно удовольствие. После того, как у Кирилла Серебренникова, например, в кино я, в общем-то, все закончилось вот тоже так же. Ну, давай мы все-таки про цветочный пока поговорим. Но, между прочим, даже тот цветочный гроб, он на меня... Я когда вышла на репетиции, вернее, уже на сцене мы репетировали, я его увидела. Я обомлела, думаю, господи. Но было очень смешно, когда у нас уже мы отыграли, у нас было по два-три спектакля в день. То есть это было прям... Он шел с большим успехом, этот музыкальный спектакль. Меня узнавали на улицах, уже прям такой успех был. И был зеленый спектакль, самый крайний. В общем, это было, конечно, умор. Я даже другого слова не могу найти. Потому что, когда я лежала, в общем-то, уже со мной прощались. Я же скушала яблоко. И, в общем, со мной прощались. И меня все целовали. И, оказывается, все были с черной помадой. Как-то они все это устроили. То есть я была вся в черных каких-то поцелуйчиках, там, в красных. Из-под меня, в общем, положили такую веревочку. И когда я лежала, из-под меня ее потихонечку вытягивали. Все хихикали вокруг. И тебе было очень щекотно? Было щекотно. И вообще эта все конструкция двигалась в этот момент. Зрители не понимали, понимаешь? А мы, они все в расколе смеются. А я лежу, в общем-то, не могу пошевелиться и подвинуться. Ну, в общем, это было круто. Алимейна, скажи, ты ни секундочки не сомневалась, ехать или не ехать? Соглашаться или нет? Я ни секундочки не сомневалась. Это была какая-то новая возможность. Я с таким вообще с открытым сердцем, с открытым сердцем и душой восприняла все это. Язык корейский. Да выучу вообще не проблема, нормально. Да, да. И так и было. Все далось очень легко. Ну, а дальше, если бы еще последовали там какие-то серьезные роли? Нет, у нас на самом деле и были договоренности. Это был летний период. Вот в зимний период они меня ждали. Ну, еще бы. Конечно. Ну, у нас были договоренности на этот сезон. Если уже успех, уже аншлаги. Да, но в тот момент как раз Валерий Меладзе, мы с ним познакомились, собственно, и я стала работать в его коллективе и больше не поехала в Корею. Ну, и я тоже думаю, что в этом случае ты уже и не жалела, и не раздумывала, и не сомневалась. Абсолютно точно. После этого бывала ли ты в Корее, скажи, пожалуйста, встречи с поклонниками корейскими, может быть, какие-то нет? Фан-клубы существуют? К сожалению, нет. И я так вот в последнее время я так захотела туда. Я так хочу... Может быть, реанимировать стоит этот спектакль? Двадцать лет спустя, назовем его. Мелоснежка, да, это же прекрасно. Это ни к чему. Я бы просто хотела побыть в этом городе, может быть, даже одна, как это было в тот период, подышать этим воздухом. Я не знаю, я испытываю какую-то глубочайшую ностальгию. И летом там был сезон дождей, который длится реально месяц. Вот утром начался дождь, и закончился он... Через месяц. Через месяц. И то есть там такая влажность, люди ходят по щиколотку в воде, и для них это нормально. И вот у нас сейчас, буквально несколько дней назад, была тёплая погода, шёл дождь. Дождь, да. И я вышла на улицу и поняла, точно, Корея. Мне нужно туда. Слушайте, это потрясающая совершенно история. Я хочу попросить следующую песню исполнить. Не на корейском языке, скорее всего, она будет. Так мы выучим на корейском, слушайте, парни. Я вам напишу нотки. Следующая песня, кстати, опять-таки у нас всё складывается. Поцелуи, поцелуи. Небезызвестная, знакомая песня, конечно. Отлично. Как ты вычислил мои слабости, распознал мои сигналы, СОС. Я не вынесла этой сладости. То, что было между нами, это месть. И прятаться больше не в чем, держи меня крепче. Уходи теперь не в окно, а в дверь, Притворившийся котёнком дикий зверь. Это я смогла, это я была. Ты глазам своим не веришь и не петь. Теперь уже всё не важно, И больше не страшно. Направляй меня своей рукой, Заслани собою от волна луния. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Направляй меня своей рукой, Заслани собою от волна луния. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Зряды вычислил мои слабости, Распознал мои сигналы, СОС. Крылья выросли, так давай лети. Я всё помню, это было и это есть. Винить себя больше не в чем, Держи меня крепче. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Направляй меня своей рукой, Заслани собою от волна луния. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Направляй меня своей рукой, Заслани собою от волна луния. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Направляй меня своей рукой, Заслани собою от волна луния. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Направляй меня своей рукой, Заслани собою от волна луния. Я готова быть светомой с тобой, Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Студия 89,9. Концертный зал. Программа «Концертный зал». Друзья, у нас Альбина Джанабаева сегодня в гостях. Ну, раз про поцелуи, тогда вот такой вопрос. Альбин, ты точно на него можешь ответить. Скажи мне, пожалуйста, мужчины до штампа в паспорте и после. Это изменение происходит или нет? Скажи, пожалуйста, ну вот 4 года вы уже в браке с Валерием? Боже, откуда вы знаете? Есть у нас источники. Даже я, понимаешь, не могу это подтвердить точно. Ну, мы говорим про конкретное что. Ну, что я вам могу сказать, что я могу сказать? Ну, расслабился немножко человек, так или нет? Да нет, 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 нет. Знаете, уметь держать тонусе людей. Это прекрасно. Да нет, но на самом деле, если без шуток, то, ну, вы знаете, главное, конечно же, любовь, нежные отношения. И неважно, есть штамп или нет. То есть, ну, есть люди, которые долгое время живут без штампа и счастливы. И неважно. Мне кажется, вот этот штамп, он, в общем-то, ни на что не влияет. И он не влияет на нежность, понимаете? Он не влияет на самое главное. А теперь песня «Самое главное». Еще раз. С удовольствием, да. Понимаете, да? Понимаю, конечно. То есть, наверняка, это какая-то такая формальность, которую, наверное, женщины, конечно, ждут. А больше, мне кажется, женщинам ждут даже не штампа, а белого платья. То есть вот этого всего. Да, да, да. Они могут говорить, что нет, 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 это не нужно. Тоже, конечно же, я с тобой согласна, милый, не надо никуда. А у нас все равно будут ждать. Альбиночка, скажи мне, пожалуйста, Константин и Лука, я имею в виду сыновей ваших. Есть ли у них вообще какие-то варианты слушать другую музыку? Или это исключительно в песне? Валерия Милан, Зальбин, Женобайма, группами Агро. Да нет, 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 у Кости у нас вообще, у него такой интересный плейлист, у него... А Косте 14 лет. Косте 14 лет, да, и он... Ну, и он увлекается кино, на самом деле. То есть науками и кино, это его вот такая страсть. Он смотрит очень много фильмов, и он вообще может, мне кажется, вырасти такого неплохого, критика. То есть он всю рецензию может расписать очень правильно и профессионально, мне кажется. Уже понятно, что не музыкант точно, да? Не музыкант, но он пока не проявляет никакого интереса. Это бывает, это случается, знаете, как-то, мне кажется, естественно. Так как у Валерия, например, он закончил кораблестроительный институт, и в какой-то момент совершенно случайно попробовал микрофон спеть. Понимаете, с этого момента все началось. Гену тут могут сеть свое, да, со временем. Ну, с одной стороны, могут, конечно, но мы начали с плейлиста. Да, плейлист у него очень интересный, он очень много слушает музыки 80-х и 90-х. А вот это неожиданно. Это такой кайф, да. И даже Лука, даже Лука, он слушает за братом, он полюбил, например, Джонни Хейджаз. И он, включи мне это, он все песни называет по-своему, на своем английском. Это очень забавно. И зимой, в общем-то, он очень музыкальный парень, и зимой мы как гуляем. Да и вообще, даже не зимой. Он едет на велосипеде, у него маленькая колоночка в капюшоне, и у него музычка. Реально, парни. Вот так же и на срогулке. А как же рэп? Нет? Рэп не слушает. Нет, 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 ну как-то Константин не проявляет интереса к рэпу. Удивительный парень, правда, здорово. Да, спасибо. Альбина, скажи, пожалуйста, ты признавалась, что и в твоем айфоне огромное количество музыки, это туда накачиваешь, накачиваешь. Ну да, есть. И лекции в том числе. Ну вот что-то из последнего, если поделишься. Из последнего что? Лекции? Музыка и лекция, да, и то и то. Музыка и лекция, о боже. Доставай телефон, мы посмотрим. Не лекция, наверное, но аудиокниги сейчас. Сейчас все же книги были. Лекции буквы исключительно. Вот я слушаю и очень увлекаюсь. Лектория прямая речь. То есть очень мне нравится и интересно. И очень хочется мне сходить лично прям присутствовать. Было бы время. Ну да, пока только вот действительно я скачиваю их и слушаю. Вот, из музыки, ну есть у меня и рэп, в том числе, и Оксимирон у меня закачан. Так. Вот и мне очень нравится, это очень настоящее и это очень круто. Это действительно прям... А вот нецензурная лексика никак не режет тебя? Ну там такой накал страстей, там такой... Там по-другому не выразишь, что ты хочешь сказать. Там по-другому, наверное, не выразишь, что сказать. Ну ты же себе в жизни не позволяешь или позволяешь иногда? Вдругаться? Ну да. Нет, конечно, ну я же мать, я же в конце концовый пример. И вообще это не мой язык, но дело в том, что здесь это... Мы говорим вообще о такой, ну о культуре, рэп-культуре, да? Поэтому там, видимо, по-другому и нельзя. Но это действительно очень эмоционально и очень заряжает. Это прям порыв такой, на разрыв. Это очень здорово. Ну значит ли это, что в принципе ты бы с удовольствием сделал какую-нибудь историю, такую сотрудничество, дуэтную историю с рейхерами? Ну да, я даже не знаю. Ну тем более ты же не обязательно должна выражаться. То есть они там в куплете все это там проговаривают, а ты просто красиво... Вы хорошо знаете это, вы хорошо разбираетесь в этом. Ну, кто знает. Да, я бы уже написала, никогда не зарекайте. Конечно. Альбиночка, у Валерия Меладзе есть видео в Инстаграм, он показывает, демонстрирует, не скрывает. Надо сказать, как он тренируется, проводит время, а не зря, ведет здоровый образ жизни, спорт. Хотя два видео, может быть это единственные, два видео, которые сняты, и два похода в спортзал. Ну да, да, да. Ну я хочу сказать, что у тебя поклонники-подписчики не наблюдают по этому занятию. Серьезно? Нет, я выкладываю. Но я выкладываю не в ленту, я выкладываю в сториз. Да, конечно. Чтобы быстренько это все исчезло. Как раз в отличие от Валерия, я очень регулярно это делаю. Нет, он тоже очень спортивный, но я регулярно хожу в спортзал и как-то не даю себе возможности пропускать его. Ну, очень редко. Вот сейчас, скажи, весна, уже там скоро лето, ты каким-то образом изменила, может быть, свое питание? Или поскольку ты на сцене круглогодично, для тебя не существует сезонов? Нет, ну как бы, чтобы выходить на сцену круглогодично, нужно быть действительно в форме всегда. И сейчас прям что-то менять перед летом уже поздно, в принципе, надо было чуть-чуть раньше это сделать. Многие даже считают, что два дня это все на дорожке, на беговой, и можно добиться. Ну, два дня, действительно, это такие экстренные меры, но они действительно могут быть такими продуктивными. Там килограмм может уйти, там жидкости в конце концов. А вообще заниматься нужно, парни, ну ж, неужели вам это не интересно? Они опустили глаза, они делают сейчас, что они не слышат нас с тобой. Ну да, но опять-таки есть вопрос конституции. Кому-то свойственно накопление жидкости, а кому-то нет. Альбиночка, Константин Меладзе, в интернете есть интервью, он сказал про тебя, что ты не шоу-бизнесово скромна. Ты не слышала эти слова? Я слышала эти слова, да. Ты, конечно, слышала, да, это была программа, посвященная тебе. Ну, ты согласна с этими словами, скажи? Ну, там дальше еще что-то последовало, поэтому, ну, даже не знаю, что сказать. Ну, речь вот-таки о том, что ты отличаешься, что, наверное, где-то наглости, не знаю, не хватает больше, ипотажа или чего-то еще в этом духе. Константин, он вообще, конечно, очень глубокий, очень наблюдательный человек, он знает меня очень много лет, поэтому, я думаю, он знает, что говорит. И, в принципе, да, я очень скромная. Но раньше ты была гораздо скромнее закрытия, и ты признаешься в интервью, что вот сейчас, да, ты открыт. Ну, дело, понимаете, скромнее и закрытие. Закрытость — это вообще такое понятие. Можно быть в душе скромным, да, например, а закрыть или открыть свою личную жизнь, я понимаю, вы имеете в виду соцсоциальные сети. Да, конечно. Да, сейчас я чувствую, что я могу, я могу приоткрыть какую-то часть своей жизни, и это будет легко для меня. Когда-то это было нелегко, это был другой период. Вот сейчас я получаю от этого удовольствие, и я рада поделиться чем-то, какими-то своими секретами. Но при этом люди тебя заряжают тоже, когда ты читаешь какие-то добрые отзывы. Безусловно, да, у меня уже есть люди, которых я лично не знаю, но вот по комментариям мы даже общаемся, как-то друг к другу отвечаем. И это очень здорово, очень много замечательных людей, и в моем аккаунте их очень много, и я очень рада этому факту. Друзья, давайте пусть их будет больше у Альбины, подписывайтесь, кто еще не подписан на социальные сети Альбина Джанабаева. Альбина, спасибо большое всей команде, браво, аплодирую, это потрясающий концерт. Я скажу честно, мы тебя очень любим, мы всегда очень радуемся твоим новым работам, и надеюсь, что ты очень скоро придешь к нам с новым клипом, который будет называться «Мне показалось». Пока мы исполним песню, буквально вот попробуем ее исполнить. Да, потому что это абсолютно новая песня, друзья, поэтому это премьера на телерадиоканале «Страна.ФМ». Я уходя оглянулась, то, что в прошлом оставлю, я никогда не вернусь. Я на зеро все поставлю, и нам не склеит никак, но разбитые вещи, что не случайность в воздухах, и что не сон в одном вещи. Мне просто показалось, что это была любовь. Мне просто показалось, и больше не надо слов. Мне просто показалось, что сердце стучало в тах. Мне просто показалось, что это давно не так. Твои привычки глаза и твой неправильный почерк, кардиограмм и сигзаг я поставлю там прочерк. И невозвратный билет, мое счастливое сохран. Уже держу я в руке, и нет дороги обратно. Мне просто показалось, что это была любовь. Мне просто показалось, и больше не надо слов. Мне просто показалось, что сердце стучало в тах. Мне просто показалось, что сердце стучало в тах. Стучало в тах, мне просто показалось, что это давно не так. Молодцы, пальчики.